Глава австрийского МИДа Карин Кнайсель отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. Об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал шпионаж России на территории Европы недопустимым, оговорившись, что на данный момент у австрийских властей имеется только подозрение в причастности Москвы к разведывательной деятельности. К выяснению обстоятельств уже подключились представители судебной власти, сообщил Курц. Такие случаи, вне зависимости от того, происходят ли они в Нидерландах или Австрии, не улучшают отношения между Россией и Европейским Союзом, подчеркнул он. В октябре власти Нидерландов объявили о высылке четырёх российских дипломатов, обвинённых в попытке организовать кибератаки на серверы организации по запрещению химического оружия в Гааге. Голландский министр обороны Нидерландов Анг Бейлевилд назвал их сотрудниками ГРУ. По словам Курца, в австрийский МИД был вызван российский посол. Канцлер также упомянул, что Вена работает с международными партнёрами по этому вопросу. Министр обороны Австрии Мария Кунасек заявил, что ведомство пока не может сообщить, работал ли Крот в одиночку. Ранее Кронет Зайтун сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет проработал на незаметном посту в штабе австрийской армии. Имя агента, который дослужился до чина полковника, не раскрывается. Однако газета сообщила, что за свою работу он получил 300 тысяч евро. В Москве он передавал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, сообщения о ситуации с мигрантами, а также давал характеристики многим высокопоставленным офицерам армии. По данным Кронет Зайтун, агент в 2006-м хотел прекратить работу на Россию, но ему не позволили это сделать. Карен Кнайсель собиралась посетить Москву в начале декабря. Планировалось, что во время визита в Россию главы австрийского МИДа будет обсуждаться реализация австрийско-российского форума общественности, сочинский диалог, целями которого является сохранение и развитие сотрудничества двух стран. В середине августа Владимир Путин побывал в Австрии на свадьбе Карен Кнайсель. Министерство финансов США расширило уже два существующих антироссийских списка санкций. Ограничения, вводимые за события на востоке Украины, а также по закону о противодействии противникам Америки. В санкционные списки попали три физических лица и девять организаций. Физические лица – гражданин Украины Андрей Сушко, гражданин Украины Александр Басов и россиянин-учредитель ООО «УКИП» Владимир Зарицкий. Организации – санаторий АйПетри, Дюльбер и Мисхор в Крыму, компании КрымТЭЦ, ГарантСВ, курорт Мария Резот и СПА, ООО «УКИП», ООО «Южный проект», Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской республики. Санкции были введены в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность России и её поведение по дестабилизации. По данным Минфина, Сушко, названный сотрудником ФСБ России, подозревался в похищении и пытках крымско-татарского активиста, выступающего против присоединения Крыма. Имя этого активиста не называется. Басова Минфин называет заместителем министра по госбезопасности ЛНР. Его обвиняют в использовании своего положения для преследования членов секты свидетелей Иеговы. При этом он действовал от имени и по поручению Министерства безопасности ЛНР. Как утверждается в пресс-релизе Минфина США, компания ООО «Южный проект» попала в список, так как принадлежит или контролируется прямо или косвенно Банком России и Ковальчуком Юрием, которые находятся под санкциями. Пятизвездочный отель «Мария Резот» и «СПА», как указано в пресс-релизе, попал в санкционный список, так как контролирующая его компания «Гранат-СВ» юридическое лицо, конечный владелец которого Сбербанк. В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев. Как рассказывал в интервью ведомостям генеральный директор курорта «Гранат-Бабасян», строительство отеля финансировалось Сбербанком и обошлось в 300 миллионов долларов. Министерство безопасности ЛНР попало в список, так как сыграло решающую роль в осуществлении России насильственного контроля над некоторыми районами Луганска и ответственно за серьёзные нарушения прав человека, в том числе практику содержания под стражей и пытки заключённых. ООО «УКИП» попало в список за то, что в 2018 году правительство Крыма без согласия украинского правительства приватизировало и продало компании три гостиницы примерно за 24 миллиона долларов. Речь идёт о санаториях «Айпетри», «Дюльбер» и «Мисхор», также попавшие в список. Алексей Навальный предоставил новый агрегатор новостей «Трендинг Тудэй». По словам Алексея, это честный сервис, использующий специальные алгоритмы. Там не будет ботов и лоббирования тех или иных политических точек зрения. Сервис собирает самые популярные посты из Инстаграм, Телеграм и Твиттера за 30 дней. Я придумал эту штуку, когда сидел под домашним арестом. Интернетом мне было пользоваться нельзя, я много времени проводил в судах, а в конце дня я спрашивал у жены, ну и что там интересного, написали в Твиттере за прошедший день. Она что-то вспоминала, что-то забывала, а я думал о том, что было бы классно, если бы кто-нибудь сделал такой нормальный, честный агрегатор, куда можно зайти и увидеть всё самое интересное за день. И вот именно такой агрегатор мы сделали. Почему наш агрегатор лучше всех? Во-первых, у нас всё по-честному, и мы не пытаемся продвинуть антипутинские твиты и задвинуть пропутинские. Во-вторых, мы используем специальный алгоритм, который не позволяет ботам накручивать результат. А в-третьих, все наши рейтинги пользователей, они основываются не на количестве подписчиков, потому что у тебя может быть их 5 миллионов, на самом деле тебя никто не читает, а на том, насколько популярный контент ты написал за последние 30 дней. На Trending Today сейчас есть самые популярные посты в Твиттере, Телеграме и Инстаграме. Мы сами пользуемся этим сервисом последние пару месяцев в тестовом режиме. Нам очень нравится. Надеюсь, понравится и вам. Заносите в закладки. Trending Today. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА